Здравствуйте, друзья! В предыдущем видео показывал, как правильно собрать фрезы мотоблока и производить их заточку. Но в комментариях были высказывания, что фрезы мотоблока затачивать нельзя. Я до сих пор не понимаю, как можно работать фрезами, когда их режущая часть ножа имеет толщину 2,5-3 мм. Поэтому я остаюсь при своем мнении, первый раз фрезы нужно заточить однозначно. Начинаем испытание нового мотоблока с новыми фрезами. Фрезы нулячие, еще не пробовали вкуса земли. Установил сразу 4 фрезы на каждую сторону. Мотоблок уже практически обкатанный полностью. Я думаю, что можно подгружать. Поэтому руль развернул так, чтобы удобно было ходить не по паханому. Надеюсь, будет нормально. Включаем заряжение и делаем первый запуск. Старт его. Так, подсосик. Залодка с полуоборота. Ну а дальше уже дадим соседу Грише, он будет оператором. Первые шаги с мотоблоком оказались немного непривычными. Фрезы зарывались практически на всю глубину, до 17 см. И это при рабочей ширине фрез за один проход 114 см. Начал немного экспериментировать с сошняком или тормозом, как его правильно называют. Поднял на одно отверстие выше. Сейчас он находится на третьем отверстии, отверхом. Фотоблок пошел намного легче. И усилий практически прикладывать не надо. Но единственный минус, что двигатель находится в незначительном положении приподнятом. Это не совсем желательно. В этом перспективе попробуем снова установить на отверстие второе сверху. Ну, кстати, про участок. Я думаю, что многие уже поняли, что это участок соседей Гриши. В предыдущем видео мы при помощи пружинной буронези собирали ботву. А сейчас производим культивацию участка при помощи фрез. В перспективе здесь, возможно, будут посеяны сидераты. При одном условии, что немного хоть пройдут дожди. Как вы заметили, почва довольно пересохшая. В верхней части практически песок превратился в чернозема. А чуть ниже уже мотоблок выковыривает целые кирпичи или грудки чернозема. Не удержался от того, чтобы попробовать, как работает мотоблок и сам хозяин Гриша. На ходу перехватил управление. И, как видим, с первого раза мотоблок у него идет на ура. То есть, практически, если немного приспособиться, какие-то небольшие производить действия покачивания мотоблоком, или слегка подталкивать, может быть, иногда, то мотоблок идет легко. Но еще хочу сказать об одной особенности этого участка. Этот участок за все время ни разу не производилась культивация или обработка при помощи мотоблока. Все время здесь работал трактор. И пахал, и культивировал. Поэтому для меня и для нас это есть своего рода испытание и самого мотоблока. И проверить, сможет ли мотоблок на участке размером чуть больше 6 соток производить работы без задействия трактора. Посмотрим, насколько это легко нам удалось. Мы об этом узнаем только лишь в конце видео. Культивацию произвожу мотоблоком на второй передаче. И двигатель мощностью 7 лошадиных сил работает практически без особых нагрузок. Обороты двигателя в пределах 1800-2000 оборотов в минуту. Многие еще в комментариях не писали, а почему ты остановился на бензиновый двигатель, а не дизельный. Друзья, если производить только работы на участках, именно культивация почвы, посадка культуры и тому подобное, без использования как транспортное средство на большие расстояния и часто, то мне достаточно и бензинового двигателя. А если кому надо возить грузы и длительное время эксплуатировать, то может быть действительно мотоблок с дизельным двигателем себя оправдает. Друзья, еще один момент. Если кто заметил, то мотоблок очень легко стартует, даже с трудных моментов. Это когда фрезы полностью были утоплены в почве. Это все, наверное, сказывается и то, что сцепление работает в масляной ванне, а еще, как заметил Иван Прус, что в моем мотоблоке сама корзина, которая передает усилие от двигателя к коробке, сделана с демпром. Вы можете это посмотреть в одном из моих предыдущих видео. Не удержался, конечно, от проведения испытаний. И сосед Леня, у него тоже есть и гибридный мотоблок, и культиватор. Но он пришел к выводу, что все-таки надо небольшой опыт, чтобы работать с таким культиватором. У него почему-то мотоблок очень глубоко взрывался, если не прикладывать никакого усилия. Поэтому продолжил дальше уже фрезеровку или культивацию почвы. Я уже сам как-то немного, как говорят, набилась рука, получилось какое-то взаимопонимание и чувство при работе с мотоблоком. Может быть, слегка его надо пошевелить в сторону. Ну, как видите сами и вы сами сделаете в конце видео оценку, как работает этот мотоблок с фрезами. Но мое мнение, наверное, чтобы мотоблок работал еще лучше и легче с ним было, это необходимо, наверное, к нему добавить. Как минимум еще по одной секции фрез. Тогда ширина будет уже порядка чуть ли не полтора метра. Я думаю, что у двигателя запас мощности есть. Но если в крайний случай уже не ставить фрезы, то можно поставить вместо дополнительный фрез, называется диск, который по защите растений. Правильно. И может они, тогда эти диски, не будут давать возможность так сильно утопать мотоблок у почвы. Потому что именно это, вы видите сами на кадрах, что мотоблок практически местами упирается даже редуктором об почву. Хорошо, если почва там мягкая, то он ее расталкивает. А если почва жесткая, то тогда мотоблок просто будет стоять на месте и утопать в этих условиях. Ну, я думаю, что вы свое мнение, друзья, скажете еще раз в комментариях. Может кто-то пользуется таким мотоблоком. Его мнение, как вы считаете, есть ли смысл докупать еще фрезы или оставить так, как есть. Гриша еще не выдержал, принес свою или прикатил небольшого культиватора. Кстати, мощность двигателя такая же самая фактически, как и ДТЗ. Ну, единственное, здесь может быть разница, что ширина захвата фрез здесь всего около 80 сантиметров вместо метра 15. И глубина работы фрезы этого культиватора почти на 3 сантиметра меньше, чем у ДТЗ. Ну, можно сейчас на видео сравнить, да я потом и сам Гриша сказал, что действительно усилие надо прикладывать к любому мотоблоку. И даже если он легкий, может даже усилий приходится еще больше прикладывать, проталкивая его, чтобы он не зарывался позже. Ну, что, друзья, делаем вывод, что практически с каждым мотоблоком или культиватором необходима физическая сила, то есть, чтобы его немного удерживать, иногда подтолкнуть, иногда пошевелить, как говорится, вправо-влево, для того, чтобы он не зарывался. Поэтому везде нужно немножко поработать. Не зря говорят пословица, что без труда не вытащишь рыбку из пруда. Но, если сравнивать этот мотоблок ДТЗ и с моим гибридным мотоблоком, то, естественно, обрабатывать почву на гибридном мотоблоке, где установлена активная фреза, ну, намного легче, это однозначно. Потому что здесь необходимо его и подруливать, и иногда подталкивать. А на гибридном мотоблоке, если кто смотрел мое видео еще в начале весны, практически усилий никаких не прикладываю. Разве что нажать рычаг разблокировки колеса, и мотоблок с фрезой разворачивается сам. Так что, друзья, подводим небольшой итог. И можно смело заявить, что мотоблок мощностью 7 лошадиных силы, вот этот по принципу, как их много моделей, не обязательно ДТЗ или другая модель. Я думаю, что сейчас на рынку эта основная масса мотоблоков, это отсутствие ременной передачи и прямой привод на редуктор. Их очень много. Поэтому за счет, наверное, редуктора соотношения передатого числа, довольно легко этот мотоблок и надежно работает с фрезами. И я не скажу, что он полностью заменит трактор. Но на участке, где от 6 до 30 соток, я думаю, с ним можно легко этот участок обработать, скультивировать, посадить и тому подобное. Поэтому сделайте вывод сами. Напишите, что вам не понравилось или понравилось в комментариях. Задавайте вопросы на другие темы. Ну а всем, друзья, хочу пожелать, чтобы у всех была удача, хорошие урожаи, чтобы техника никогда не ломалась. Всем успехов. До встречи на канале. До свидания, друзья. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»